МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дашка. Слушай, а можешь сегодня попозже домой прийти, а? Слушайте, вы достали кролики. Мне что, опять здесь до ночи торчать? Ну, сходи куда-нибудь с Никитой Андреевичем. Он меня никуда не приглашал. Ну, так намекни. Смотри, профукаешь второго хозяина. Этот последний. Это портье. Вы меня вызывали. Девушка, я в спальне. Мне нужна ваша помощь. Но вы не входите. Все в порядке? Да. Там лежит платье. Примерьте его. Зачем? Я видела вас на ресепшн. У вас такая же фигура. Хочу узнать, как она сидит. А почему бы вам самой его не примерить? Мне кажется, вы обязаны выполнять просьбы гостей. Мы можем пригласить модель, которая померит ваше платье. Я уже пригласила. Вас. Я партия. И в мои обязанности это не входит. Извините. Ты такая милая. Павел, пора бы повзрослеть не только тут, но и тут. Простите. Опухоль спал, а вы здоровы. О, классно. Значит, не можно возвращаться в большой секс. Тоже мне платье. Меня один гость лифчик померить просил. А ты? Желание гостя закон. Особенно за пятьсот баксов. Привет. Как дела? Да в президентском. Сумасшедшая поселилась. Прячется в спальне, а Дашку заставляет ее платье мерить. И что? Я отказалась. Это же не входит в мои обязанности. Правда? Правда? Не входит. Просто я знаю эту женщину. Она жена... В общем, неважно. Ладно, я скажу Софье Яновне, чтобы она готовилась к скандалу. Не надо. Я поняла. Я решу этот вопрос. Точно? Я решу. Договорились? Можешь, я за тебя померю? На пятьсот баксов надеешься. Михаил Джекович, можно вас? Господа из полиции утверждают, что в наш отель попала партия контрабандного пармезана. Господа, у нас приличный отель. Из запрещенного у нас только пара геев из Копенгагена. Вот ордер на осмотр ресторана и подсобных помещений. Сеня, ты мне ничего рассказать не хочешь? Я вообще-то для отеля старался. Не белорусским же пармезаном им кормить иностранцев. А здесь настоящий, дешевый. Слышь, ты старатель. Полиция сейчас обыск начнет. Убирай этот сыр. Куда? К чертовой матери. Вон они, с Леней. Может, на улицу? А если на входе ждут? А если вы в номер спрятаете? Занято все. Брифт. Рум-сервис. Ага. Вот у нас на кухне. И он меня такой поднимает. Как раз это... София Яновна, а какие планы на вечер? Никаких. Может, тогда пришла пора для нашего первого официального свидания? Почему нет? Вы мне нравитесь. Я вам тоже, наверное. Или нет. Так и думаю. Так что сегодня вечером я жду вас за этим столиком. Целую ваши ручки. София Яновна, это, конечно, не мое дело. Но, по-моему, вы совершаете большую ошибку. Я про ваше свидание с Павлом Аркадьевичем. Про свидание поняла, а про ошибку нет. Это же Павел Аркадьевич. Понятно, что ему от вас нужно. По матросе ты бросит. А если он изменился? Я вас умоляю. Бывших бабников не бывает. Настя. Понятно. Здрасте. Я пришла померить платье. А где Дарья? А откуда вы знаете, что я это не она? По голосу, он у вас другой. Девушка, я хочу, чтобы платье померила Дарья. Да какая вообще разница? Большая. На вас она не налезет. Это вы тоже по голосу поняли? Да. У вас им толще. То есть ниже. Тебя требуют. Раз, раз, раз. Нормальный у меня голос. Здрасте. 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 Тут у нас раздевалка. Будете смотреть? Я сейчас кому-то посмотрю. Товарищи из полиции, у них есть ордер на осмотр. На осмотр этого. Ордер ЗАГС выдает. Понятно? Пожалуйста. Павел Аркадьевич, простите, это, конечно, не мое дело, но София Яновна мне сказала, ну, как подруге, что у вас сегодня свидание. Не поверишь, но я в курсе. Очень хорошо. Просто я хотела вас попросить, ну, как ее подруга, быть, так сказать, ну, посмелее. Ну, проявить инициативу, там, как бы, как мужчина, как, в общем, она этого хочет. Ну, просто она боится вам сказать. В общем, не надо лишних ухаживаний, ладно? Сразу к делу. Ты хорошая подруга. Я да? Оно мне мало! Вы меня слышите? Что вы, простите? Я говорю, платье мало! Странно, у вашей 42-й, как у меня, или вы поправились? По-моему, это не ваше дело. Извините. Тогда поменяйте его на размер больше. Адрес магазина на чеке. Хорошо. И еще. Я бы хотела, чтобы к вечеру номер украсили цветами. Какими? Ну, не знаю, розами, например. Идем, идем. Ёкарный бабушка. Я же говорила, что это какое-то недоразумение. Возможно, ложный сигнал. Михаил Джекович, а вы что здесь делаете? А мы с Арсением Андреевичем тут решили немного подготовили полгодовой отчет. Отчет? Давайте протокол подпишем. Протокол? А давайте подпишем протокол в ресторане. Заодно и поужинайте. Совместим, так сказать, вкусно и с полезно. Ну, а что, мы не против? Отличная идея. Арсений Андреевич как раз вас проводит. Хорошо. Сейчас там пельмени у нас. Ручной лепки. Вы что, с ума сошли притащить контрабанду в мой кабинет? Павел Аркадьевич? Ну, я тут подумал, может, перенести наше свидание в мой номер. А к вам в номер? Конечно. А я только переоденусь и приду. Что стоим? Сыр сама отсюда не укатится. Мне, пожалуйста, голец, шампань и какой-нибудь салат. Возьмите салат с руколой и пармезаном. Сыр настоящий, итальянский. Контрабанда. Иду, 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 иду. Накрылась инициатива. Привет. Можно? Да, заходите. Шикарно выглядеть. Спасибо. А с вами все в порядке? Да, да, да. Со мной все хорошо. Эй, сколько денег и шагу под хвост? Крестан бы давно из плиса вышел бы за такие деньги. Ого, красиво. Тебе не нравится? Ну, по-моему, Роза, это банально. Да? Угу. Ну, главное, чтобы гостю нравилось. Паша, этот с фото, пожалуйста, этот родственникам отправлю. Пусть знают, как у меня на работе. Банально, да? Ну, да. Ну, господа, как вам ужин? Прекрасно. Особенно удался контрабандный сыр. Профессиональный юмор. Наш шеф готовит шедевры из абсолютно легальных продуктов. Да. Сейчас встретим. Кинологи приехали. Вот нашей собачке про легальные продукты и расскажете. Потом я проходила практику в Лондоне. Далее Дубай и Брюссель, где мы, собственно, и познакомились. Вам там удобно? Мне здесь прекрасно. Знаете, как говорится в Сербии, если можешь доплюнуть для человека, то вы достаточно близко. Может, выпьем? Хорошо. Куда торопиться? Лучше расскажите мне что-нибудь о карьере. Вам правда интересно? Безумно. Извините, это по работе. Я на минуту. Да-да, я буду здесь. Да. Он вас в номер позвал, да? Я же говорила, ему только это от вас и надо. Уже приставал? Нет, не приставал. Как? Совсем? Сидеть от меня в трех метрах и слушать, как я карьеру делала. Это совсем? Слушай, Настя, что со мной нет тапка? Может, он меня боится? Ну, так хорошо. Фак, я не хочу, чтобы меня боялись. Да чего же я себя довела-то? Мужчина на свидании ведет себя со мной, как на собеседовании. И это Павел. Павел. Я, конечно, не готова была с ним спать, но... Хотя бы... Хотя бы обнять, что ли? Он же мог бы. Все, к черту. Хочу быть просто женщиной, с которой флиртуют, а не разговаривают о работе. Ну... Сеня, ты сыр выкинул? Выкинул, выкинул. Слава богу, а то у нас еще один обыск будет с собакой. Тогда не выкину. И где он? Ты... Перетер его, что ли? Это маскировка. Сеня, ты идиот! Собирай эти коробки и катай по этажам, пока тут все не закончится. Ну о чем катать-то? Приятного отдыха. Отель Леон, Дарья, слушаю вас. Дарья, это вас беспокоит, и... Я поняла. Я хочу, чтобы вы заменили розы. Они какие-то не такие. Но вы же сами хотели розы. А теперь хочу что-нибудь другое. Вот вам, котле и цветы нравятся. А при чем здесь я? Послушайте, я пожалуюсь вашему начальству. Мне нравится Лили. О, мне тоже. Так что давайте заменим розы на Лили. Хорошо. А гостей точно бить нельзя? Леон. За вас. А может быть перейдем на ты? Это все-таки свидание, а не мониинг-дрифинг. Вот тогда надо выпить на брудершафт. Надо, так надо. Прости. А по традиции там еще и целуются. Тоже по работе. Я сейчас... Алло. Ты в курсе, что у меня свидание? Да, да. Я как раз по этому поводу и звоню. София Яновна хочет вас проверить. Меньше эмоций, больше смысла. Что проверить? Ну, серьезные у вас к ней намерения или нет? Начнет с вами заигрывать. Ну, если вы ей ответите, значит, вам только это... Только это от нее и нужно. Так что сдерживайте себя ради вашего будущего счастья. Да помню, и завтра повысите без зарплату. Даша, ты в порядке? Нет. Вот придушу одну придурочную гостю и все будет в порядке. Славон, это мой бутер. Сварай, что ли? Поздравляю. Рекс нашел сыр. Можете конфисковать. Ей все равно худеть надо. Надеюсь, обыск закончен? Нет. Мы хотим еще по этажам пройти. Я категорически против. Собака будет пугать гостей. Нет, ну, если вы против, мы обязательно это сделаем. Скачай. Привет. Рекс, ты скачь. Спасибо за танец. Нет, нет, что? Тем более, это была твоя идея. Тогда спасибо за белый танец. София, я тебя не понимаю. А как ты можешь? Я тебе что, подопытный кролик, что ли? У тебя совесть есть? Да, ты мне нравишься, и да, я тебя хочу. И мне не стыдно за этого, потому что я считаю нормальным хотеть женщину, которая тебе нравится. Господи, ты о чем? О чем? О твоей дурацкой проверке. Да, мне все рассказали. Так, кто рассказал и какая проверка? А может, она тебя клеит? Какая-нибудь старая тетка, которая нравится красивой девчонке. А почему же она тебе не понравилась? Ну, наверное, я для нее слишком красивая. Даша, я платье поменял для твоей чокнутой. Не говори так про нашу гостью. Может, она Дашке скоро предложение сделает. Так что, если вас накормили свежим пармезаном, это еще не значит, что он контрабандный. А что это значит? Что у нас очень радушный шеф-повар, который бывает в Италии и привозит немного сыра для дорогих гостей. А куда это ваш радушный шеф в коробки повез? В бассейн. Там соль в коробках. Привезли на кухню, она для ванн. Посмотрим? Посмотрим. Посмотрим. Послушайте, с собакой в бассейн нельзя. Это негигиенично. Не волнуйтесь, Рекс купаться не будет. Вперед. Если вдруг укусят уколы от бешенства за счет МВД. Соль для ванн, говорите? Тоже соль. Как соль? Соль? А где сыр-то? А почему ж тогда рэк славил? Ну, может, соль для Ван теперь тоже контрабанда? Помогаю следствию. А где сыр? Аплодисментов не надо. Сеня! Если этот сыр сегодня не исчезнет, я тебя тут утоплю! Павел Аркадьевич? Настя, я хотел сказать тебе спасибо за советы. Пожалуйста. Я тоже хотела сказать спасибо. София Яновна, я как лучше хотела. Да ладно. Да. Простите, Павел Аркадьевич, но вы недостойны Софии Яновны. Она нежная, она ранимая, а вы... Вы же не способны на серьезные отношения. Вы ее бросите обязательно, а она потом будет страдать. В общем, простите меня еще раз. И можете меня уволить. Она права. Ты меня бросишь? Я тебя не достоин. Но я буду стараться. Я... Хочу. Стараться. Я принесла платье. Примерьте его. Примерьте, Павел Аркадьевич. Хорошо, но это в последний раз. СМЕХ СМЕХ Это что, камера?! Ну ты больная! СМЕХ Ох. Ух. Да. Никита. Да. Да. Хотел сделать тебе сюрприз, а, кажется, получилось трясение мозга. А где эта дура? Я так понимаю, это дура я. И какой был план? Ты надеваешь красивое платье, я дарю тебе твои любимые цветы и предлагаю стать моей девушкой. А получилось загонять меня до смерти и посмотреть, как я переодеваюсь, да? Молодец. Отличный план. Мне кажется, за последние двенадцать бокалов было лишнее. А я думала, что ты мне хочешь, что она боится вознить. Это что, можно было? Не знаю, попробуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok